Приветствую, друзья! Я вынужден ответить на вопрос, который мне таблички написали, о том, что у человека до сих пор не прошло постковидный синдром такой, но у него не прошло до сих пор вот это нарушение, обоняние. Он ничего не слышит, носом не чувствует и так далее. Ну, сейчас я приведу два примера, и потом вы поймёте сразу, и это у вас всё откроется. У вас всё откроется, и обоняние. Но этот ролик я сейчас сделаю, чтобы, может быть, это и кому-то нужно. Это ролик между тем, как я обещал продолжение сделать, как все научитесь петь лучше, чем раньше, или танцевать лучше, чем раньше. Это будет ещё дальше после этого ролика. А сейчас все, пожалуйста, на канал подпишитесь, потому что эти ролики пойдут очень интересные, очень полезные. И там, может быть, у вас есть школьники, дети, или там внуки, пусть они тоже подписываются, потому что это будет очень полезно для всех, те ролики, которые я буду сейчас после этого ролика выдавать. А это скорая помощь, так сказать. Вот у человека пропало обоняние, и никак не восстанавливается постковидный такой вот синдром. Ну, как восстановить? Ну, я вам приведу два примера, и вы сразу поймёте, откуда это берётся, и как это... Как от этого освобождается? Да. Откуда берётся? Вам покажутся, это далёкие примеры, но на самом деле они непосредственно с этим связаны. Вот пример такой. Какой-то прибор выпустили, или, допустим, какой-то психотерапевтический сеанс проводится, и все говорят о том, что как это полезно, как это снимает боли, как это улучшает поясницу, как это улучшает здоровье, ночной сон и так далее. Ну, накачивается, накачивается, накачивается некий такой вот образ будущего, что будет, когда вы с этим соприкоснётесь. Ну, такая реклама делается. И вы, допустим, накачавшись этим, пришли на это занятие там, или прибор этот приложили. Ну, многие приборы работают вот так вот, и без этого. А есть приборы, которые работают на этом эффекте. Вы накачались этой рекламой, вы ожидаете, что вам станет лучше, и прикладываете, а 30% людей такие внушаемые. Ты приложил, ты же действие сделал, ты же накачался ожиданием улучшения. Ну, и у тебя начинается улучшение, потому что, может, так устроено. Тут происходит, у 30% людей моментальная сработка. Моментально, они погружаются, ой, и говорят, вот вы знаете, такой прибор необыкновенный, я его купил, а я его купил. Всем советуют, соседям, вы делаете, да? А он, эффект плацебо работает. Ну, что делать? Ну, есть приборы вот такие. Я сейчас не про все приборы говорю, а именно про те, которые работают на этом принципе. На принципе ожидания улучшения. Ну, на этом принципе многие таблетки работают. Эффект плацебо все знают. Ну, я это специально сейчас сказал. А теперь, смотрите, если вас накачивают не положительным образом, а накачивают отрицательным образом. Ну, например, говорят, что и везде вы слышите, что после этого бывает, обоняние пропадает, что после этого бывает там, и кашель возникает, и после этого бывает, и там что-то там садится, и не дышится, и так далее, и так далее, и так далее. Накачивается, 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 накачивается. Так теперь вместо позитивного образа негативный образ. И вот вы, допустим, чем-то стали страдать. И вы немедленно, вот эти 30% людей, они вот так, безусловно, они как бы подключаются к этому образу будущего, и у них и кашель появляется, и насморк появляется, и обоняние пропадает, и всё пропадает, и всё уходит, и они никак не могут оттуда выйти, потому что они такие впечатлительные. Ну да, да, я не говорю про всех, я говорю про 30%, а остальные, может быть, на самом деле, может быть, может быть, я же не знаю, я ничего не утверждаю, я просто говорю, что я знаю, что 30% людей, они могут попасть под этот образ будущего, под эту накачку, потому что во всём интернете об этом говорят. Какие последствия отвратительные, какие последствия отвратительные, какие последствия отвратительные, о, ужас какой, и у вас страх, и у вас такая впечатлительность. Может быть, она фоновая, вы даже не подозреваете об этом, но бывает. Поэтому я вам приведу ещё один пример, третий, на всякий случай. Ко мне пришёл, вернее, его привели, мальчик. Это было очень давно, когда я работал иглотерапевтом, завидовал кабинетом, там, первой поликлиники города Махачкалы, после мединститута. Мальчика провели, который не разговаривает. Он не мой. Ну, как это, я говорю, ты давно не разговариваешь, а он писать может, а губами не шевелит. Ну, это же как-то странно, правда, вот родители стоят, там отец стоит, я тебе дом продам свой, тебе деньги отдам, я тебе там машину продам. Но у него тогда машины не было, но дело не в этом. Я просто рассказываю смысл ситуации, которая была довольно смешной. Он говорит, я тебе там то сделаю, я тебе, ты только понимаешь, парень должен в армию пойти. А тогда почётно было. Не может разговаривать, помоги. Этот пример имеет большое значение, послушайте. Помоги, помоги, ты же доктор, про тебя все тут говорят. Вот, я тебе привёз из селения, там туда-сюда. В общем, давай. И он, мальчик, сидит и не разговаривает. Только на вопросы отвечает письменно. Я ему говорю, давно у тебя так? Он пишет там, сколько-то времени пишет. Я заметил, что он в этот момент не пытается губами шевелить. Одно дело не мой, который вот не может говорить, а другое дело, который не пытается. Выключено. Почему выключено? И тогда я решил, на глазах у его отца, я решил, я говорю, слушай, смотри мне в глаза, вот только в глаза смотри. Смотри мне в глаза. Ты, когда маленький был, ты свистел? Он свистел. Смотри мне в глаза, я его взгляд не отпускаю. Чтобы он переключился. Я его не фиксирую. Его внимание. Смотри мне в глаза, смотри мне в глаза. Свистел. Как свистел. Сделай губы. Он губы делает. Вот так. И, короче, он свистнул. Ребята, он сказал, говори о. У. А. О. И разговаривался. А отец продолжает говорить. Я дом продам, я там тебе все эти деньги дам. Ты только его вылечи. А потом смотрит, он разговаривает. Я говорю, слушай, завтра тоже, послезавтра проведи, чтобы мы закрепили. Потому что у него была истероидная реакция. Истероидная. Ну, это, короче говоря, оказывается, он там лежал в какой-то больнице. У него были боли сильные. И он от боли на стенку лез. Ну, условно говоря, на стенку лез, кричал. А ему кричать сказали, не кричи, а то, ну, короче говоря, его замкнуло. И теперь он не может разговаривать. Ну, вот здесь стероидная реакция. Вот это относится к той группе людей, у которых могут быть такие замыкания на фоне такой повышенной внушаемости. Блок отключился речевой, поэтому он и разговаривал. А я его... Ну, так это был вообще пример. Правда же, да? Итак, получилось не два примера, а три примера. Первый пример, еще раз повторяю, чтобы все поняли. Значит, когда вас накачивают хорошим образом будущего, хорошим, при определенном действии, которое вы совершите, вы совершаете действие, этот образ включается в реализацию. Теперь накачивают плохим образом, в том случае, как с этим модным, так сказать, заболеванием. Да, теперь у вас что-то случилось, и этот образ включился, и поэтому выключилось обоняние там, а у кого-то там то выключилось, это выключилось, это выключилось. Не у всех, не у всех, не у всех. Я, поймите, я не за и не против. Я сейчас не критикой занимаюсь, чтобы вы меня правильно понимали. Я просто говорю о психологической части вопроса. Некоторые попадают на психологическую часть, некоторые попадают на другую часть, некоторые на третью, на пятую, на шестую. Короче говоря, подписывайтесь на канал, и в следующий раз увидите, как надо петь так, так, чтобы вот так петь и так говорить, чтобы вы были такие убедительные, чтобы такой магнетизм у вас просто притягивал людей, чтобы они не могли оторваться от ваших глаз, от вашей походки, от ваших жестов. Ну, кому-то это может быть надо, а кому-то и не нужно. И, кстати говоря, если хотите, научу, чтобы люди, которые вас грузят постоянно, они выговариваются, а вас грузят. Они освобождаются, как говорим, психоанализа, а вы загружаетесь. Ну, для психолога и психотерапевта это, как говорится, выгорание происходит. Ну, мне постоянно грузят тоже. Ну, ничего, слава Богу, я только советы даю. Мы тут не клиником, а лечением не занимаемся. Советы, беседы такие вот, такие, с юмором. Правда? До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!